Карамба ТВ представляет Как был плох Тор? Все мы ожидали от Голливуда, крутого блокбастера получили... Ну, вы помните. На этот раз они решили продолжить историю Тёмного Рыцаря и, честное слово, это одна из самых тёмных лошадок грядущих премьер. Судя по трейлеру, будет полный провал и до оригинала даже близко не приблизится. Фиг опять не защищали нас. Не переводимая игра слов. Потом испарились навечно. А потеряли всех тёмных рыцарей. Я обещал, что мы будем свободны все. Когда новое зло взошло, а надпись на полицейской ленте не пересекать, взошло вместе с оружием, чтобы уничтожить всё доброе, а мистически уберем в течение каких-то экспериментов. Один человек дойдёт свою судьбу. У тебя есть силы животных сейчас. И пройдёт шагами чести и доблести. Если мы будем продолжать работу, дальше будет больно. Да придёт защитник будущего человечества. Почему ты такой серьёзный? И он идёт, чтобы спасти мир. Или умереть под пытками. Эээ, в попытках. А чёрный рыцарь возвращения легенды. Зло боится ночи. В ночи много чёрных. Трейлер представлен объединённой общероссийской организацией Куклус-клана. Мы за равные права среди белых. Всё началось три месяца назад. Когда мы посмотрели «Сумерки». В то время я училась в колледже. И у меня было всё, о чём мечтает каждая девчонка. У меня был любимый парень. А ты знаешь, что птица всегда возвращается домой? А ты не озвучивал Эдварда в «Сумерках»? Никогда. И мне казалось, никто и ничто не может встать между нами. Как чудесно. Я на лошадях сто лет не каталась. Завтра увидимся. На мне покатаешься. Не знаю. Но однажды всё изменилось. Слушай, не с вами такое приснилось? Я сестра Джигурды! Это проявилось сегодня ночью. Я видела это сегодня во сне. Он звал меня самой. И Стампа откроется только тому, чья судьба будет связана с ним. Теперь я точно знаю, чего хочу. Марина! Он убьёт её. Ты притягиваешь меня? Как магнит? Да. И кто я, плюс или минус? Некий ВЛКит за 6 миллионов долларов снял фильм в 3D. Синопсис был такой. Дескать, разбиваются машины и каждый раз видят какую-то чёрную, уезжающую с места преступления. Соперничество между профессиональными автогонщиками и стритрейсерами разгорается с новой силой. И в центре всего независимая современная девушка, втянутая в омут событий. Первый трейлер, как ни странно, не показывал вообще ничего. У вас фильм за 6 миллионов в 3D. Про стритрейсер и какую-то неведомую херню. Почему в трейлере одно словоблудие? Ну а потом вышел второй трейлер. И, господи ты, боже мой, лучше бы они продолжили болтать. Я даже комментировать это не смогу. Чёрные-чёрные ночью, по чёрному-чёрному городу, еду чёрные-чёрные машины. Невозможно понять, кто на самом деле существует. То ли человек, создающий образ Мальтикоры, то ли чудовище, создающий образ человека. Говорят, какая-то чёрная тачка была. А тебе не кажется, что нас просто стравить? Кажется, мне наебали с билетом. Страшно, а? Чёрные тачки, чёрные тачки. Детская страшилка. Дай от меня этому режапсёру в морду. От всей души. Это ты во всём виноват. Я вёл себя, конечно, не очень хорошо, но я надеюсь на тебя, Дед Мороз. Итак, настало время узнать, что же там. Тебе не было подарочной бумаги, Дед Мороз? Какого чёрта ты завернул диски в лекции по социологии? Да блин! Три десятая царства! Я не хочу смотреть эту херню! Не хочу её обозревать! Я не хочу знать о ней! Стена! Я не просил этот фильм. Я знаю, что вёл себя плохо, но... Ладно. Времена меняются. Но не всегда перемены к лучшему. Вот так. Но нет. Этого не должно быть. Я не хочу так жить. Надо бороться. Пусть я один против всех. Но я не могу поступить иначе. Какого хрена Михалкову дали 50 миллионов долларов, а не вот этому парню? У него хотя бы посыл к 9 мая. Дюйменько. Спасибо. Дюйму!